Здравствуйте, уважаемые гости, друзья и все, кто сюда заходит. Уже, правда, не знаю, кто заходит, но кто-то заходит, и это радует. Я для вас сегодня приготовил одну задачку. Причина, по которой я выбрал, она сугубо расчетная. На экзаменах вы не знаете, какая вам задача может попасться. Либо очень теоретические вопросы, графические вопросы, которые мы рассматривали раньше. Или вывод формул, уравнение каких-то общеизвестных, доказательства. Или расчетная задача. Некоторые расчетные задачи мы уже с вами рассматривали. Вот еще одна. Сразу скажу, что если мои коллеги смотрят, пусть они очень сильно и очень громко не смеются, потому что я сегодня покажу технику расчета ручного. Я считаю, что настоящий химик должен уметь делать руками то, что делает машина. Пусть это медленнее, пусть это сопряжено, возможно, с какими-то механическими ошибками по невнимательности. Но тем не менее, химик должен уметь делать такие расчеты, которые я вам с вами покажу. И тогда вот все будет хорошо. Тогда, я считаю, он имеет морально право обращаться к каким-то там компьютерам, шмапьютерам. Я к ним отношусь очень хорошо, поверьте мне. Но просто нужно уметь делать некоторые вещи и самому тоже. Надеюсь, что вам это понравится. Так, задача вот такая. У нас есть в данной таблице представлена зависимость изобарной теплоемкости ЦП. Причем это удельная теплоемкость. Видите, здесь грамм на келью. Калорий на грамм на келью. Это удельная теплоемкость. Орто-хворто-лоу. Орто-хворто-лоу. Вот такое хвороорганическое соединение. Вы его знаете с курса органической химии. И вот известна зависимость ЦП от Т. Обратите внимание, что Т у нас дано в цель всех. Нас просят найти изменения энтропии при нагревании орто-хворто-лоу. Орто-тлоу, извините меня. От Т1 до Т2 при постоянном П. И вот нужно что-то с этим делать. Что с этим делать, в общем-то, сразу возникает вопрос, паника, что это такое и так далее. Ничего сложного нет. Давайте с вами вспомним, что изменение энтропии в забарном процессе рассчитывается относительно просто. От Т1 до Т2. ЦП на Т по ДТ. Это наша рабочая формула. Но ЦП в данном случае лучше бы написать вот так вот. Это функция от Т. Вот это функция от Т. Мы с вами из курса математики знаем, что функцию можно задать не только аналитически, но и графически, извините, у меня, я немного устал, и, в общем, графически, а также можно и таблично. Но это не должно вас останавливать. Вы должны показать экзаменатору, что вы умеете вытаскивать информацию отсюда тоже. То есть нам нужно с вами найти общий вид, значит, найти аналитически вот эту функцию. А для этого мы должны вот сюда обратить внимание. Ну, во-первых, у нас есть одна загвоздка. Т в Цельсиях. Переводим все это в температуры абсолютные. Тогда у нас получается вот такая вещь. Значит, Т в Кельвинах. Так, кстати, забыл сказать. И ню-то у нас. Ню равно 1 моль. То есть найти изменение энтропии молярной. Потому что у нас 1 моль. Вот так. Значит, поехали. Переводим эти температуры в абсолютные. Помню, что у нас вот такая формула. Поехали. Я вот это уже тут посчитал. Это 350,85. 350,85. 372,65. Это 391,65. И 418,65. 15. ЦП. Давайте сразу ЦП перейдем в мольную величину. У нас с вами калорий грамм на Кельвин. А нам нужно, чтобы был калорий моль на Кельвин. Ну, понятно, что если мы умножим на грамм на моль, то граммы у нас сократятся и получится моль на Кельвин. То есть мы должны умножить на малярную массу каждой из этих влечин. Молярная масса этого вещества у нас равна, где-то я тут писал, 125 с копейками. В общем, я уже тут перемножил. Я прошу прощения. Значит, здесь у нас будет калорий на моль Кельвин. То есть мы каждую из этих влечин умножаем на малярную массу. И получается, что для этой температуры у нас 44,34,097. А вот для этой величины у нас 45,551. Для этой температуры у нас 46,25,233. И для этой у нас получается 47,54,345. А теперь внимание. Как делали это в советское время, когда не было каких-то там крутых компьютеров? И почему я считаю, что это намного лучше в некоторых случаях? Так, значит, когда мы получаем вот такую вот табличную эту самую закономерность, мы должны ее визуализировать, чтобы получить примерно вид. Вот, если мы построим вот график вот такой, cp. Кстати, почему нолик? Вы знаете, да? Это значит стандартное условие, то есть при одной атмосфере. Так, и здесь t. То есть получается, что у нас линейная зависимость. Когда мы с вами построили такой черновой график, он нам предпочитает подсказку, какой вид имеет эта зависимость. Видно, что линейный. И мы тогда можем начать уже находить коэффициенты корреляции вот эти, используя метод. Вы на нем слышали наименьших квадратов. Метод наименьших квадратов. И вот тут вот начинается прикол. Значит, многие люди, не очень знающие математику и не желающие, в общем, там тратить время, как они считают, они сразу, как жопу раненой курицы, бегут к каким-то компьютерным штучкам и начинают там все делать. Это все хорошо, реально, это правильно. Вот, но еще раз говорю, хотя бы раз надо попробовать сделать это самому вручную. Хотя бы раз. Итак, сущность этого метода. Смотрите. Значит, понятно, что у нас получится y равно ax плюс b. То есть это cp будет равно как бы a, t плюс b. Нам нужно найти вот это a и вот это вот b. Как это делается? Во-первых, мы должны понять, что нужно запастись терпением. Первая строчка. Я сейчас возьму прямо другим, допустим, вот таким цветом. Что мы делаем первое? Шаг первый. Мы считаем сумму всех температур, которые у нас есть. Я уже это сделал. То есть я здесь... Значит, сумма... Еще раз. Сигма t и t – это сумма всех температур, которые у меня есть. У меня 4 температуры. Я их все складываю. Так, это получается у меня 1533,3 келья. Следующий шаг. Я считаю сумму квадратов этих температур. Это получается 350,85 в квадрате плюс 370,265 в квадрате и так далее. Я тоже уже посчитал это. И получается вот такая величина. 590202,88 келью в квадрате. Следующий шаг. Так, это у нас был второй шаг. Третий шаг. Мы считаем сумму теплоемкостей. То есть вот это плюс это плюс это и плюс это. Так, это у нас получается 183,64226. Так, и четвертый шаг. Мы считаем сумму вот этих произведений. t и t на c, p и t. То есть я вот это умножаю на это плюс вот это умножаю на это плюс вот это умножаю на это и плюс вот это умножаю на это. Ну, напишу парочку, чтобы понятно было. Простите, не вот эти, а вот это. То есть я вот это умножаю на это плюс вот это я умножаю на это плюс вот это я умножаю на это и плюс это я умножаю на это. Получается у нас 350,85 я умножаю на 44,31097 плюс 372,65 я умножаю на 45,50,551. И плюс и так далее. Я думаю понятно. Всего получится 4 таких члена и сумма эта у меня получилась равна 70,509,676. Кто-то из очень остроумных товарищей может сказать, но ты еще заставь нас это все рассчитать вручную. Ну я не настолько дурачен, как могут подумать. Конечно не заставлю. Для этого есть калькуляторы. Для этого есть калькуляторы. А кто себя любит, есть и программируемые калькуляторы. Вот у меня например есть аж 4 программируемых калькулятора. Они все советского образца. Выполнены они были в киевском заводе специализированы. Прекрасная машина. Они умеют такие вещи делать, они даже не представляются. Они даже умеют интегрировать, находить определенные интегралы, решать дифференциальное уравнение и так далее. Чего они только не умеют. И для них созданы специальные программы, ты их вбиваешь и они тебя считают. То есть если так получилось, что у вас нет компьютера. Итак, ну все. Мы с вами сделали предварительные расчеты. А теперь самое главное. Поэтому я это красным напишу. Значит, вот такая у нас система. Она у нас получается из численных методов. Кому интересно, могут посмотреть, откуда это получается. А умноженное на сигма Т и Т в квадрате плюс Б умноженное на сигма Т и Т равно сигма Т и Т умноженное на ЦП и Т. Так, и здесь у нас получается А сигма Т и Т плюс Б умноженное на Н, где Н – это число вводных. Раз, два, три, четыре. То есть Н на Т – это четыре. И это равно сумма ЦП и Т. Вот такая система. Давайте мы сюда ее запишем. То есть у нас получается, что эти все величины мы уже рассчитали. С тема получается следующая. Значит, 590202,88А плюс 1533,3Б равно… Так, вот это у нас мы посчитали. Так, вот это у нас мы посчитали. Это вот оно равно 70,509,676. Это первое уравнение. Так, и здесь у нас получается что? 1533А плюс 4Б. И это равно у нас 183,64226. Вот такая система. Вот такая система. Она примитивная. Сразу получается, что А равно у нас… Я уже посчитал. А равно 0,0448. А, В равна 28,7312. Это означает, что на самом деле у нас зависимость от половинок высоты и температуры выражается вот таким уравнением. равна 28,7312 плюс 0,0448Т. Вот такая у нас зависимость получилась. Ну, а теперь мы знаем зависимость ТП от Т. Вот она выражается так аналитически. Подставляем сюда. А Т1 и Т2 мы переводим в Кельвины. Прибавляем 273,15. И интегрируем. И все у нас получится легко. То есть дальше уже проблем нет. Я хотел ваше внимание обратить вот на следующий момент. Чтобы вы не думали, что я как-то заскорулся там дурачина. Дело в том, что… Хочу вам показать еще один момент. Вот он. Посмотрите. Я это сделал то же самое при помощи Excel. Хорошая программа, удобная программа. Смотрите. Вот Т я вписал. ЦП я вписал. Потом я на основании этих данных, в общем-то, построил этот график. И мне он предложил сразу найти линию тренда. Я ее нашел. И вот посмотрите, какие там получились значения у этого тренда. 0,0469 Т плюс 27,922. То есть очень, очень, очень похоже на то, что сделал я. Да, он это сделал в 5 секунд. Ну, я условно говорю, в 5 секунд. Удобно. Вот. Прямо вообще классно. Ну, я хочу, чтобы вы понимали, откуда вообще у всего этого растут ноги. Растут ноги, они вот отсюда. То, что я вам показал детально, как это делается. И потом, не всегда есть доступ к компьютеру. Не всегда есть доступ к тому же самому Excel. И поэтому, вот, как говорится, такой метод на меньших квадратах прошел любить и жаловать. Я его показал. Так, ну, поехали. Возвращаемся к нашим записям. Так, мы вернулись. И что теперь у нас получается? Теперь мы можем дифференцировать, я так думаю, да? Ой, извините, интегрировать. Значит, дельта S. Я возьму поярче. Что-то такое. Давайте уж черным. Сейчас. Дельта S равно. Значит, поставим значок M, индекс M. Это значит, что маляр у нас идет расчет на 1 моль. Вот. Равно. Интеграл от T1 до T2. Вместо этого ЦП я пишу его аналитическое выражение. Зависимость тут это 28, 73,12 плюс 0,0,448T делить на T по DT. Ну, тут достаточно легко. Это получается, что если мы сделаем как 2 дроби и 28 с копейками мы вытаскиваем за знак интегралу, получается 28,7312 интеграл от T1 до T2 на DT на T плюс, это как константы, тоже вытаскиваем за знак интегралу, на целых 0,448. От T и T сократятся. Получается интеграл от T1 до T2 по DT, что вообще просто прелестно. Это табличный интеграл, это логарифм T первообразный. То есть получается это 28,7312 на логарифм. От T2 до T1 по формуле ньютона-лепница, но нельзя вот эти брать. Нельзя ни в коем случае не сделать это глупой ошибки. Мы должны привести это в Кельвин, то есть в абсолютную температуру. Это у нас получается 360, прошу прощения, это 403,15. 403,15 это T2. А T1 у нас получается 363,15. Плюс. Эти два значка друг друга уничтожают, и получается на целых 0,448 умноженное на T2 минус T1. Так, ну это значит 403,15. Это элементарные вещи, такие даже, по-моему, в школе проходят, в отказах. 363,15. Так, ну, и это уже подсчитано у меня. Получается 4,79 калорий на моль Кельвина. Вот он ответ. Вот таково будет равное изменение энтропии при нагревании орто-хорто-лоула от такой температуры до такой. Здесь фишка была в том, что нужно было перейти от Цельсия к Кельвина, от удельной теплоемкости к моленной теплоемкости, потому что спрашивают изменение энтропии для одного моля вещества. Ну и элементарное преобразование при интегрировании. Нужно было найти самое гидро этого решения, это найти значит, аналитическую зависимость теплоемкости этого вещества о температуре при помощи метода на меньших квадратов. Можно это было сделать при помощи вот вручную, как я вам написал. В принципе, имея калькулятор под рукой, это делается тоже не очень долго. Либо при помощи вот этой программы Excel. Я вам рекомендую еще пользоваться, знаете, какой программой? Программа О, сейчас я вспомню ее. Origin, да. Химики, я знаю, вот в МГУ ее часто используют, я ее часто использую. Origin рекомендую, это очень мощный такой пакет, очень классный, вот, и в общем тоже рекомендую. Надеюсь, что у вас нет каких-то очень крутых таких проблем с пониманием того, что я сделал. Вот, если есть какие-то вопросы, задавайте, я с удовольствием на них отвечу, если смогу. Вот, спасибо за ваше внимание, приходите ко мне в гости, я имею в виду сюда, ну, или прилетайте. спасибо за ваше внимание. Спасибо за субтитры, Продолжение следует...